Сегодня мои друзья Андрей Бабаев и Женя Поливаде согласились участвовать в экстремальном опасном эксперименте. Они готовы просидеть вот этой специальной холодильной машине при температуре минус 18 градусов, чтобы протестировать те хитрости, которые помогут нам не замерзнуть этой зимой. Привет, ребят. Это хорошо, что вы так оделись, потому что я действительно подготовила вам очень суровые холодные условия. Здесь есть чай, с него мы и начнем. Согласитесь, что горячий чаюк – это такой традиционный способ не замерзнуть в холодный зимний день. Классически. Давай, наливай, поговорим. Многие наши зрители пользуются именно этим способом. Мы посмотрим, как долго вы продержитесь в рефрижераторе, выпив горячего чая. Потом, когда вы согреетесь, вы выпьете оригинальные согревающие напитки, и мы снова засечем время. Попили чайку. Сейчас вам тепло, хорошо? Согрелись, нормально. Нужно именно в таком состоянии, подкрепившись горячим чаем, согревшись, отправиться в нашу холодильную машину и просидеть там столько, сколько вы сможете, сколько вы держите. Я засеку время. Как только чувствуете, что замерзли очень сильно, давайте мне знать. Да, окей. Я вас жду. Удачи. Не заболейте, пожалуйста, ребят. Все, счастливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Располагайтесь как дома. Да, конечно. Ребята, с вами будет Игорек. Ой, Игорек. Привет. Фуфай, кипсек положено. Дрейс-код соблюден. Благодаря ему и камере мы сможем видеть, что с вами происходит. Боже, Андрей, мне уже холодно. А теперь побегу. У меня там гости как раз спортом позанимаются, чтобы разогреться. Следующее упражнение у нас называется велосипед. Мы, наверное, встанем чуть-чуть боком, чтобы вы меня видели. Поднимем левую. Боже! Привет. Надя, мы уже не можем замерзнуть. Носы холодные. Быстро на кухню. Бегом, бегом. Побежали. Греться. Все. Ищите, там у меня... У меня там есть грелка в шкафу, ребят, внизу. Набирайте горячую воду и грейтесь. Можете даже печку включать. И грелки еще тоже наберешь. Надя, я наденька занимаюсь, а потом расскажешь, какие упражнения. С ума сойти, они холодные, как две ледышки. Выпив горячего чая, ребята продержались при минус 18 градусах всего 6 минут. Скоро мы узнаем, сколько же они продержатся в рефрижераторе, если выпьют специальные согревающие напитки от Аллы Ковальчук. Сегодня мы узнаем хитрости, с помощью которых можно согреться в самую холодную зиму. Так, ладно, пока они там греются, давайте тренироваться. Здравствуй, моя дорогая. Это, можно сказать, вторая часть нашего сегодняшнего эксперимента, в ходе которого ребята испытывают на себе крепчайший мороз. Минус 18 градусов, сейчас не каждую зиму такое бывает. Выпив обычного горяченького чаю, как это часто делают в народе, они продержались в рефрижераторе при минус 18 и всего 6 минут. Алла, я тут спортом занималась, они ворвались, говорят, не можем, нам холодно. Я-то, конечно, готовлю давным-давно согревающие напитки, я ими пользуюсь, они действительно помогают. А мы же, мы же знаем, Аллочка нас учила, сбитень, варенуха, жженка. Вы можете, кстати, заходить на наш сайт или на канал YouTube и там посмотреть рецепты, прекрасные напитки. Что, Аллочка, уже не действует? Ну, дело в том, что, Наденька, я не тот человек, я не могу стоять на одной ноге, и для меня это все устарело. А я уже, знаешь, в соцсетях, я уже просто так вот на «ты», и нахожу там такие рецептики интересные. Ну, просто взять там, знаешь, переписать и сделать, это, опять-таки, не для меня. Я решила немножко проэкспериментировать, добавить всяких специй, но подопытный кролик у меня кто? Муж. Я говорю, Саша, а он же у меня ночью рыбает, он у меня рыбак. И зимой, и летом. Слушай, я ему говорю, возьми попробуй. Он говорит, мне и так жарко, мне не надо ничем согреваться. Спасибо большое, что вот эти вот два рыцаря, ну, один богатырь точно, второй немножко, конечно, не совсем богатырь, но я думаю, что он будет когда-то богатырем, согласились, чтобы на себе протестировать все мои напитки. Мы готовы. Аллочка, я очень хочу, чтобы твои напитки подействовали, потому что я мерзну просто до, как бы до костей. И если твои напитки сработают, зимой, обещаю, каждый день, как только будет выпадать снег или подать температура, вот где-то во внутреннем кармане носить секретный напиток. Я думаю, что они должны сработать, а вся надежда только на вас, потому что я так думаю, а как будет, я не знаю. Я принесла Надюшу угостить, то есть готовый уже напиток, но, Надя, я приготовлю сегодня другое вместе с тобой, да, а этот напиток будете пить вы. Я знаю, что Жека, он очень любит шоколад, и ему надо такое, знаешь, понежнее, потому что он такой еще как цыпленок, действительно. Поэтому для тебя я приготовила шоколадно-имбирный с перцем чили напиток, а для тебя я приготовила яблочный с имбирем грок. О, да, красиво. Но я хочу сразу сказать, что алкоголя здесь ни капельки нет. Без алкоголя. Итак, ребята, одеты, уже согрелись, нужно переходить ко второй части нашего эксперимента, напоминая, что мы тестируем согревающие напитки. Принимайте напитки, приготовленные Аллой, и опять в охлаждающую машину, в наш рефрижератор. Вкусно вам? Первое, это тепло, и второе, это очень вкусно, да, запах корицы согревает, ну, сам запах согревает, не то, что сам напиток, и имбирь, корица, и что еще? Все секреты я раскручу чуть-чуть попозже. Отправляйтесь на место эксперимента. Ребята, благодаря Игорьку с камерой мы сможем видеть периодически, что у вас там происходит. Если будет не в моготу, замерзните, бегите к нам греться, хорошо? Малочка, талант. Дай я поправлю, ты на моя, господи, пингвинчик ты наш. Пока, счастливо. Спасибо. Выпив горячего чая, ребята продержались при минус 18 градусах всего 6 минут. Скоро мы узнаем, сколько же они продержатся в рефрижераторе, выпив специальные согревающие напитки от Аллы Ковальчук. Так, Аллочка, ну а мы давай побыстрее начнем готовить, потому что ребята могут вернуться в любой момент. Извини, если напитки окажутся недостаточно согревающими. Ну это будет, конечно, удар ниже пояса, потому что я надеюсь, что все-таки должно сработать. С какого напитка начнем? Первый напиток это яблочно-имбирный грок. Для приготовления нам понадобятся такие ингредиенты. Яблочный сок один стакан, апельсиновый сок один стакан, крепкий черный чай тоже один стакан, корень имбиря, одна штука, где-то сантиметра пять, корица, две-три палочки, бадьян, две-три звездочки, гвоздика, две-три штучки или молотая гвоздика на кончике ножа и апельсин. Одной штуки будет достаточно. Прежде всего мы должны приготовить имбирную настойку, потому что в этом рецепте главный имбирь, собственно говоря. Значит, имбирную настойку, я ее заранее приготовила, но хочу сейчас рассказать. Мы берем имбирь. Я сейчас возьму имбирь весь и для первого, и для второго напитка. Чуть-чуть просто-напросто вот так измельчу, порежу такими колечками. Мы его перебьем в кухонном комбайне. Если у вас нет, вы можете просто-напросто нарезать тоненькими колечками или натереть на терку. Сейчас я включу чайник. Чтобы приготовить имбирную настойку, мы должны измельчить имбирь и залить кипятком. Чтобы измельчить имбирь, мы воспользовались насадкой кухонный комбайн в нашей кухонной машине. Она справилась с легкостью, без усилий с нашей стороны, а мы смогли с помощью специальной ручки переключения скоростей сэкономить время. Ммм, какой аромат. Аромат. Вообще имбирь отличный согревающий продукт. Почему он у Аллочки и в обоих напитках? Все правильно. Дело в том, что раньше это, как в магазине продавалось, что это за дыкованные такие продукты. А сейчас уже люди все привыкли. Так, я возьму такую вот мисочку. Мы измельчили сразу на два напитка, но один я оставлю в измельчителе, а второй залью кипяточком. Стакан кипятка. Вот эта жидкость должна постоять где-то минут 10, но мы ждать не будем. Я приготовила заранее, процедила. Вот такой настой у нас получился. Теперь включаю плиту, готовим напиток на плите, то есть мы это все будем прогревать. И я хочу напомнить, что ни в коем случае не используйте алюминиевую посуду, потому что мы используем два сока, яблочный и апельсиновый, они могут окисляться от алюминиевой посуды. Во-первых, что напиток сам будет цвет неприятный иметь, а во-вторых, что это не полезно. Поэтому берите нержавеющую, можете взять эмалию покрытую посуду, керамическую, но только не алюминиевую. Так, значит, сюда я выливаю сейчас заранее уже заваренный черный чай, один стакан. Добавляем яблочный сок, также стакан. Сейчас у нас закипит яблочный сок, затем мы добавим сюда имбирную настойку и туда отправим апельсиновый сок. Пока закипает чай и яблочный сок, я сейчас подготовлю апельсинчик, потому что мы будем добавлять. Апельсин, естественно, нужно помыть, чтобы он был чистеньким. И вот буквально вот такие вот сантиметровые два колечка будет достаточно на такое количество. А это для красоты или для вкуса? Нет, это и вкус, здесь седра отдаст свои свойства тоже. И тут еще чистый апельсиновый сок. Так, значит, у нас чай и яблочный сок закипают, мы добавляем сюда имбирную настойку и сразу отправляем апельсиновый сок. Апельсиновый сок лучше брать свежевыжатый. Вся эта жидкость должна прокипеть на маленьком огне 5 минут, Надюш. А мы пока выйдем на связь с нашими экспериментаторами. Как они там при минус 18? Не замерзли еще? Ну что-то я переживаю, честно говоря. База-база, прием-прием. Все нормально, чувствую себя хорошо, никаких признаков у меня мороза нет. Отлично. Так что я готов продолжать эксперимент. Все со мной нормально, Андрей. Ты понимаешь? Смотри, смотри, поливода уже там заигрывает со свиной головой. База-база, прием-прием. Чувствуем себя нормально, напитки согревают, действуют изнутри. Все у нас окей. База-база, я на связи. Ребята, мы еще выйдем с вами на связь. Держитесь. Здорово. Молодцы какие. Ну, время прошло еще очень мало, будем держать связь дальше. Так, значит, у нас прокипела жидкость, я убрала немножко огонь. Вот слегка, как будто просто дышит наша жидкость. И сейчас мы добавляем сюда специи, которые у нас есть. Палочку корицы добавляем. Три штучки бадьяна. Две-три штуки гвоздики. Я говорила, что если берете молотую, на кончике ножа. Наденька, а ты знаешь, как гвоздику проверить на свежий? Свежая она или нет? Потому что в гвоздике есть тоже срок годности. Может, по запаху? Нет, нет. Просто-напросто, ну, это, собственно говоря, уже дома можно только сделать, но не покупайте много, чуть-чуть. Берете гвоздику, наливаете воду и бросаете в воду. Если гвоздика у вас плавает вот так вот горизонтально поверхности воды, значит, она не свежая. Гвоздика должна или потонуть, или бутоном вверх. Все, просто легко проверить. Сейчас добавляем сюда кольца апельсина. Какой аромат, да? Это прекрасный аромат. Недаром ребятам понравилось. И сейчас мы можем добавить сюда чуть-чуть сахара. Это по вкусу. Мы не будем делать слишком сладкое. Столовой ложки сахара будет достаточно. Потому что все-таки яблочный сок и апельсиновый немножко кисловатый. Ну да. Перемешиваем. Кипения у нас бурного нет. Просто жидкость наша должна млеть. Все. Сейчас закипит, и мы можем отставить. Выключаю грог, убираю его. Беру сотейник. Готовим второй напиток. А грогу нужно немножко настояться, да? Да, пусть он настоится. Его нельзя пить кипятком. То есть он остынет, чтобы можно было легко его пить. Вот за это время специи отдадут все свои свойства, все свои ароматы. Для приготовления шоколадного напитка нам понадобится шоколад горький, 100 граммов. Можно заменить шоколад какао, если есть. Но только, опять-таки, и шоколад, и какао должны быть хорошего качества. Молоко пол-литра, 500 миллилитров. 3 грамма перца чили сушеного. Можете использовать свежий. Чайная ложечка ванильного сахара, чтобы приятно было пить. Опять же, имбирь. Свежий корень, который мы оставляли где-то. Там получается тоже кусочек 4-5 сантиметров. Это где-то будет неполная чайная ложечка натертого имбиря. Морская соль. Щепотка это, чтобы оттенить вот вкус. И сахар, опять-таки, по вкусу. Прежде всего, мы должны шоколад поставить буквально на 40 секунд в микроволновку. Мы должны его растопить. Вы можете растопить шоколад на паровой бане. Но лучше, если есть микроволновка, сделать в микроволновке. Я наливаю молоко пол-литра. Запомните еще один секрет. Я поставила сотейник, но он у меня не сухой. Для того, чтобы молоко не пристало, сполосните сотейничек холодной водой. И не обтирайте его. То есть остатки холодной воды образуют при нагревании корочкой, молоко не прихватится. Так, Наденька, ты там за шоколадом, пожалуйста, смотри. А я буду добавлять сюда специи. Добавляем сюда перец чили. Я использую уже сухой. Но вы можете нарезать колечками свежий. 3 грамма перца чили. Это где-то на кончике ложечки. Он тонизирует, активизирует обменные процессы в организме. И вот именно перец чили не дает нам быстро замерзнуть. Потому что он напоминает о себе нам весело, нам печет. Так, теперь добавляем сюда имбирь. Имбирь хорошо стимулирует кровообращение. Добавляем сюда ванильный сахар тоже на кончике ложечки. Сахар добавим чуть-чуть. Ну, где-то так, знаешь, не полная столовая, а чайная ложечка достаточно. По вкусу, да? По вкусу, да, да. И буквально щепоточку морской соли вкус усилит. Нету морской, берите обычную. Наша масса начинает кипеть. Убавляем огонь. Наденька, шоколад растаял? Да. Так, и сейчас убираем температуру. Сильно-сильно кипит нам. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Надюшенька, я все уберу. Боже мой. Да, Луся, конечно. Сейчас все такие... Ковальчук это сделала. У нее молоко убежало. Будем считать, что это я много с тобой болтала и тебя отвлекла. Так, нет, ну я правда отвлеклась, понимаешь. Я переживаю за пацанов там, как они. И тут вот такое натворила. Надя, извини, я все помою. Господи, ну сейчас я продолжаю готовить. И сейчас давай шоколадик. Отлично, шоколад растаял. Нам даже некогда прямо сейчас делать уборку, потому что вдруг ребята так замерзнут, что им нужны будут новые порции горячительного напитка. Если эти не сработают, Аллося. Мы сейчас перемешиваем. То есть масса должна стать у нас однородной. Шоколад растаял. Смешался с молоком. Смесь потемнела. Да, горячий шоколад. Ну какой ароматный, какой необычный. Он пряный. По виду это похоже на горячий шоколад или, знаешь, на такое крепенькое какао. Так, давай-ка посмотрим, что там делают наши ребята. Ой, давай. Ну что? Ты, может, напрасно все варил? Как вы там, еще не замерзли? База, база. Прием, прием. Наденька, я жив, здоров. Все нормально, все хорошо. Я готов продолжать эксперимент. Ты видишь, у меня все признаки жизни. Мороза я на себе не чувствую. Готов дальше сидеть. Слушай, поливода разговорчивые, значит, все нормально. Ой. Ну, чувствуем себя нормально, напитки работают, но хочется понять, как долго мы еще продержимся на холоде. Еще пару суток просидим. База, база. До связи. Судя по отсутствию шарфиков, кажется, что им там даже жарко. Когда человек замерзает, что самое страшное для меня, что я боялась, человеку хочется спать. И вот это самое страшное, что не дай бог, чтобы не уснуть. Ну, я смотрю, что вроде бы поливоды ни в одном глазу сна нет. После обычного горячего чая ребята выдержали при температуре минус 18-6 минут и примчались согреваться. Тут получается. Уже 10 минут прошло, они все еще хоть быхные, не замерзли. Ну, у меня уже настроение поднимается, по-другому оно упало, потому что тебе плиту замазало. Ну, ничего страшного. Ничего, Аллах. Самое главное, готовность напитка медленно кипит, вы размешиваете. Можете не ложкой, а венчиком. Шоколад должен хорошо соединиться и с молоком. Если у вас цвет будет сначала такой светлый, то в конце получится вот такой вот коричневый цвет. Все, напиток готов. Я выключаю плиту. Два напитка готовы. Осталось помыть плиту. Ну да. И попробовать напитки. А я пока напомню, как мы их готовили. Для приготовления яблочного имбирного грога возьмите яблочный сок, апельсиновый сок, крепкий черный чай, корень имбиря, корицу, бадьян, гвоздику, апельсин. Корень имбиря нарезать мелкими колечками, залить кипятком на 10 минут. В сотейник налить черный чай, яблочный сок, поставить на средний огонь. Через несколько минут добавить апельсиновый сок, имбирную настойку, перемешать, варить 5 минут. Добавить кольца апельсина, палочку корицы, гвоздику, бадьян. Проварить пару минут, остудить. Для приготовления горячего шоколада с имбирем и перцем чили возьмите горький шоколад, молоко, перец чили, ванильный сахар, имбирь, морскую соль, сахар. Добавьте в молоко сушеный и измельченный перец чили, имбирь, ванильный сахар, соль. Доведите смесь до кипения. Шоколад измельчите, растопите на водяной бане или в микроволновой печи. Добавьте растопленный шоколад, кипящее молоко, смешайте напиток до однородного цвета. Снимите с огня, дайте ему немного остыть. Так, Наденька, принимай работу, все убрала, извини, так получилось, но я тебе скажу, что знаешь, у самых опытных хозяек может, как говорится, молоко сбежать. Конечно. Начнем с грога. И я вообще советую подавать вот так вот в яблочко, это очень красиво, яблочко перед этим хорошенечко вымыть, срезать, выбрать серединку и сюда заливаете грог. Боже, это необыкновенно вкусный пряный напиток и такое чувство, что тепло сразу по всему телу разливается, кровь становится горячее, никакие морозы не страшны, прям хочется к ребятам в рефрижератор. Я очень довольна этим напитком. Так, Надюшенька, теперь угощайся, пожалуйста. Горячий шоколад. Да не просто, а опять же со специями. Я так поняла, что весь принцип согревания как раз в этих специях бодрящих и пряных. О, чуть-чуть такое, знаешь, негорячее. Перчик чили. Перцем чили. Он не горький, он именно такой горячительный. Такое чувство, что как будто аж в пот бросает, так тепло становится. Боже, если вы любите какао или горячий шоколад, этот напиток для вас. Если вам по душе больше такие фруктовые вкусы, при этом согревающие, то, конечно, выбирайте грог. Сейчас выйдем снова с ребятами на связь, посмотрим, как они. А что это? Какое-то шипение. Ничего вообще нет. Даже замерзла камень, подъезжали бегом. Я, честно говоря, переживаю. Либо там нету ни крови, ничего. Ребята, мы думали, вы тут вообще пропали. Вы хотите скорее, хватит мерзнуть. Да, и кровь. Как они играют, нормально? Заходите, ради бога. Так, держи. Боже. Игорь замерз совсем. Караул просто. Вы же сумасшедшие. Да что? Ну чуть-чуть есть. Мы же переживали, ничего. Давай я тебя укрою, сыночек, ты что? Ты же замерзший. Боже, Аллочка, это забота. На самом деле подействовали все напитки эти безалкогольные. Чувствуешь? А почему я не вышел на связь? Просто камера просто разрядилась. Камера разрядилась. Не, ребят, вы не видели, что Игорьку плохо совсем? Он замерзал же, по-моему. Ну мы ему шарфик дали. Слушайте, ну наконец-то я все поняла. Итак, техника подвела, но Аллочкин кулинарный секрет, как согреться зимой, не подвел. Он волшебный, целебный. Редактор субтитров А.Семкин